Стали известны предварительные результаты ЕГЭ в Мурманской области. В этом году выпускники региональных школ, гимназий и лицеев поставили очередной рекорд успеваемости, улучшив показатели прошлого года. В этом экзаменационном сезоне 26 человек завершили испытания с максимальным баллом. Об итогах госэкзаменов рассказали в областном министерстве образования. В этом году в области организовали 31 пункт для сдачи единого государственного экзамена. Еще два учреждения работали специально для детей, имеющих проблемы со здоровьем. В региональном министерстве образования заверяют, испытания прошло без сбоев, утечек материалов не было. Во всех классах стояли камеры видеонаблюдения. Кроме этого специалисты потестировали еще несколько систем безопасности. В итоге воспользоваться шпаргалками могли лишь самые отчаянные. В этом году 2 трети пунктов у нас внедряли новую технологию. Это технология печати контрольно-измерительных материалов в аудиториях и технология сканирования работ выпускников. Это позволяет обеспечить информационную безопасность, исключить человеческий фактор. В остальные пункты задания доставлялись по старинке специалистами Центра специальной связи. Впрочем, нововведения не помешали побить рекорд успеваемости 26 стабальников в регионе против 15 на прошлых экзаменах. Достойный скачок качества образования, считают эксперты. Лучше всего выпускники показали себя во время испытания по русскому языку. И это несмотря на практическую часть сочинения, где нужно показать начитанность и привести ряд аргументов. Практически каждая третья работа у нас высокобальная. Это очень хороший результат. А вот математику написали хуже. На максимальную оценку профильный экзамен по этому предмету сдали всего два человека. Большинство выпускников выбирают именно сложный, а не базовый уровень испытания по этому предмету. Каждая из работ с максимальной оценкой повторно перепроверяется специальной комиссией. Так что, в честности, результатов сомнений нет.